Здорово, Иштван. Да, на суде для этой игре, как оцениваете путь, который прошла игра? Верно ли разрабы развивают её по вашему видению? Ну давай, Ролл начнёт, и я продолжу. Развивают её как хотят, и развивают её так, потому что они в неё не играют. Они видят, что игроки чё-то там механики скипают. Порежем урон. Игроки продолжают скипать механики. Порежем урон. Новички остались без урона. Дядь, что делать? Короче, разработчики не играют в свою игру. По крайней мере, в боёвку. И творят дичь постоянно. В плане сюжета, сюжетного контента. Хорошо, нормально, много. Я до сих пор не прошёл Blackwood. Blackwood когда у нас вышел? В 21 году или в 20? В 21 вроде. 20, прошлая голова. Ой, позапрошлая. Позапрошлая, вот. 21, я до сих пор её не прошёл. То есть контента так много, что в принципе... Ни в одной, я не знаю ни одной игры в мире, а где такое огромное количество сюжетного контента. Где-то временами он плохой? Ну, я имею в виду плохой. Типа тоннельно предсказуемый. А в некоторых местах в Теске он балдёжный. Там неожиданные повороты. И ты кайфуешь от истории. Есть такое. Там просто разные сценаристы работали над квестами. Вот в плане сюжета Теска балдёж как бы надолго. Визуально было круто. А так, если бы разработчики почаще бы прислушивались к игрокам и к мнению вообще коммунити, то игра была бы вообще балдёжной. Вообще, одной из лучших. Как я уже не один раз говорил в прошлых роликах и на прошлых стримах, что Теска у этой игры огромной перспективы стать чуть ли не самым лучшим ММО-проектом вообще в мире. Даже Боб Варкрафта погнать может. Но технически движок не обновляется. Всё там довольно у них грустно, плохо сделано. Техническое исполнение Тески говно. Скажем прям, игра состоит из говна и палок. Но на этих говна, говне, на этих, на палках из говна очень много крутого сделано. Но если основа из говна и палок обрушится, будет жесть. И как раз в этом году, как дошло до разработчиков, не знаю, они либо специально это игнорили, либо у них не было денег, либо ресурсов, либо желания. Они вообще забивали на техническую составляющую игры годами. И только вот в этом, в 23-м году, они как раз завидят, что будут чинить. Ну, ближе к концу 23-го года будем посмотреть, что с игрой будет. Будет ли она в разы нормальнее работать, либо ничего особо не изменится и просто чуть больше стабильности появится. Ну, как-то так. Вот, как раз таки. Рал, в принципе, по всем основным моментам прошёлся. Я вот хочу геймплейной стороне вопроса уделить. Акцент. Вот связано как раз таки... Ну, не то, что даже моё недовольство. Это больше как принятие. Вообще, в целом, все игры-сервисы, они так или иначе, которые не сдыхают в первые 2 года и 2-3 года поддержания, что они мало чем... По сути, вот основная версия игры, которая была на старте, мало чего имеет общего с той, которой приходится уже спустя 8 или 9 лет. Ну, Теска, разумеется, тоже не исключение. Если вначале мы начинали играть в одну игру, то впоследствии это превращается немного в другую игру. В плане баланса, в плане выстраивания логики билдов и всех таких прочих штукенций. Мне вот очень нравилось 2020 год, когда очень сильно починили вампиризм. Не потому, что мне нравится эстетика вампиров, а потому, что там был очень хороший скилл. Френзи как раз таки, Симмеринг Френзи. Который даёт возможность очень сильно себе урон гнать. Он даёт порядка 5 или 6 тысяч СПД, ну и же РАУ там по 15-20 тысяч урона... Ой, урона говорю. 15-20 тысяч здоровья за тик ЖРАУ. Ну, очень скиллозависимая штука, вот. Соответственно, я ещё до сих пор не отошёл от того, что это убрали. Эта штука мне очень сильно нравилась. Но, к сожалению, сейчас её нет. Точнее, она есть, но... Так, она слабее. Я, к сожалению, не математик РАУ. Вот было РАУ 6000 ВПД, а стало 300. Во сколько раз это уменьшение? Ну, не 300, там вроде 450 в этом самом дамажном морфе. Максимум ВПД, СПД. Да-да-да, ага. Короче, больше, чем в 10 раз понерфили пик способности. И сейчас эта способность тебя убить не может. Как бы она такая казуальная стала. Просто. Да, и вот, соответственно, в рамках всего вот этого, так или иначе режутся источники, которые как раз-таки поощряют игрока, для того, чтобы он развивался. В игромехе этой игры, какие-то механики узнавал, скилл свой, оттачиваю, все такие прочие вещи. Я не сказал, что это плохо, это плохо в моем случае, но, как говорится, есть еще разные люди. Ладно, они, благо, делают это для тех, кто, грубо говоря, новички. Я сейчас тестирую разные билды, в том числе новичковые сеты, которые в том числе я мог со спокойной душой раньше рекомендовать. Тот же ПФГ, Медуза, Айсхард, например, да? Сейчас в рамках отсутствия так, нормальной группы, песеты просто навсего, как бы ты хорошо ни играл, урона, к сожалению, не будет. Даже в рамках того, что в игре уже достаточно много источников урона. Если мы просто берем среднестатистическую ординарную картину, где просто регается человек на 6 ключей, условно, и попадает в рандомную пачку. Вот, сейчас, к сожалению, мне кажется, новичкам сейчас тяжело, потому что очень много нюансов, и, соответственно, больше сейчас нюансов надо знать для того, чтобы вкатываться в игру. Чуть парку вхождения. Вроде как он увеличился. Вот, ну, соответственно, в то же время, мне кажется, раньше легче было играть как-то. Ну, смотря как. Если в вопросах гринда, раньше гринда было много. Сейчас же его ощутимо меньше. На мой взгляд, это плюс. Я не любитель особо много гриндить. Вот. В целом, что могу сказать? Ну, как бы мне там не хотелось, что, о, раньше было лучше, игра идет своим чередом. Ну, и с каждым годом она все отдаляется от того, что было в начале. Я сейчас смотрю в целом вектор, учитывая то, какие сообщения нам были сказаны как раз-таки от Мэтта Фирера, вроде как, главного геймдизайнера. Он как раз-таки письмо там корпоративное выписал, где он обозначил вектор развития этой игры. Вот. Я сейчас пока в ожидательной, так скажем, позиции смотрю, что будет исполнять, что не будет исполнять. Вот. Соответственно, пока смотрю. Вот. Но если бы можно было вернуть патч, я бы вернул патч два года назад и кайфовал бы от игры еще больше. Вот такой вот у нас затянутый ответ наш.